МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году была снижена процентная ставка по выдаваемым ипотечным кредитам на один пункт составляет 7-9% годовых. Для реализации программы «Доступное жилье 2015-2020» разработаны и внедрены два механизма ипотечного кредитования. Это приобретение готового жилья и строительство дома. Государственная ипотечная компания за время своего существования выдала почти 5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 4,6 млрд сомов. С 2015 года условия ипотечного кредитования изменились. Так, чтобы узнать, какие же сейчас условия, проценты и ответить на другие актуальные вопросы, мы пригласили заместителя председателя правления государственной ипотечной компании Гульнару Нуркулову. Здравствуйте, Гульнара Джуровина. Добро пожаловать в нашу студию. Дорогие телезрители, напомним, у нас работает телефон прямого эфира 59-20-55, код города Бишкек 0-312, по которому вы можете задать интересующие вас вопросы по сегодняшней теме. Итак, давайте приступим к нашей беседе. Гульнара Джуровина, расскажите, пожалуйста, сколько всего ипотечных кредитов выдано с начала этого года? С начала 2019 года коммерческими банками, партнерами государственной ипотечной компании выдано всего 289 кредитов. Из них 155 кредитов коммерческие банки выдали из собственных средств. Если в сумме, то в этом году было выдано 500 кредитов на сумму 531 миллионов сомов, из них 327 миллионов было выдано из средств коммерческих банков. Сколько всего ипотечных кредитов выдано с начала работы государственной ипотечной компании с 2015 года? С начала работы было выдано свыше 4090 кредитов на общую сумму почти 4 миллиарда 700 миллионов сомов. А кто вообще может воспользоваться именно такой госипотекой? Вы знаете, мы работаем в рамках программы «Доступное жилье 2015-2020». В рамках этой программы кредиты получают все граждане Кыргызской республики. Но в программе определены два направления – льготная ипотека и доступная ипотека. По направлению льготная ипотека определяет межведомственная комиссия, которая курирует нашу работу. И согласно решению этой межведомственной комиссии выбрана социальная значимая категория людей. На сегодня определены все сотрудники, работающие в бюджетных сферах. По направлению «Доступная ипотека» выдаются кредиты по всем категориям граждан. А можете ли сказать в процентах, сколько именно выданных кредитов воспользовались учителя или же врачи? Да, у меня эта статистика есть. На сегодня у нас граждане, работающие в сфере образования, получили кредиты на сумму 1 млрд 499 млн сумм, количество получивших кредит – 1262. Сотрудники в сфере здравоохранения – 591 человек на сумму 752 млн. Сотрудники соцразвития – 77 человек на сумму 85 млн. Сотрудники в сфере культуры – 89 человек на сумму 126 с лишним млн. И мы также выдали кредиты пострадавшим в результате оползней и сели в Сузакском районе, в Чумалайском и в Узгенском районах. Мы выдали 584 кредита на сумму свыше 150 млн. сумм. Замечательно. Какова максимальная сумма выдаваемого кредита? Максимальная сумма определена в программе, она не выше 3 млн. сумм. А вот вопрос по процентным ставкам, думаю, он очень волнует многих граждан. Разъясните этот момент, пожалуйста. Мы, как вы знаете, мы запустили, вернее, программа начала реализовываться со временем учреждения акционерного общества «Гостаточная ипотечная компания» в 2015 году. И вы знаете, что мы начинали выдавать под 12-14% в зависимости от первоначального взноса. На сегодня процентные ставки по госапотечной программе снижены до 7,9%. Если заявитель имеет первоначальный взнос, то есть это сумма, которую он вкладывает на покупку, своя собственная сумма, которая вкладывается на покупку жилья. Если 30%, то процентная ставка 7 по кредиту. Если он собирает до 30%, то процентная ставка 8. И если 10% собрал от стоимости жилья, то процентная ставка 9%. Прошу прощения, сейчас у нас имеется звонок в студию. Алло. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я готов вам задать вопрос. Да, мы вас слушаем. Да, мы вас слушаем. И до сих пор не услышали, что издавал эти списки. Когда вы услышали, я хотел удачный вопрос. Спасибо большое. Я поняла, в январе звонивший товарищ, он сдал в январе документы в жилищную комиссию местного органа власти. И мы эти списки на сегодня придерживаем, потому что мы ожидаем поступления очередного транша бюджетного кредита на сумму 500 миллионов. Я думаю, как только эти средства поступят, я думаю, в течение апреля месяца поступят, значит, мы до конца месяца утвердим эти списки, передадим в банк. Вот в конце прошлого года, либо в начале этого года планировалось сократить процентную ставку до 6%. Когда вот она снизится? Как скоро реализуется это? Вы, наверное, в курсе. Мы в прошлом году в ноябре, с 1 ноября снизили процентную ставку на 1 тонн вместо 8-10%. Сейчас кредиты выдаются под 7-9%. Очередное снижение до 6% мы сегодня над этим работаем. Для того, чтобы мы перешли, вернее, снизили процентную ставку, мы должны провести определенную работу. Вот сейчас мы ведем переговоры с коммерческими банками. Мы просто меняем механизм взаимодействия с коммерческими банками. Работа уже начата. И после проведения этих работ с 1 ноября государственная ипотечная компания будет снижать процентную ставку на 1 пункт. И процентные ставки на 1 пункт снизятся по всем кредитам, в том числе и ранее выданным кредитам. Итак, у нас есть еще один звонок в студию. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Извините, можете повторить? Не могли бы вы убавить звук на своем телевизоре? Пожалуйста. Так, звонок сорвался. Давайте продолжим. Насколько еще возможно снизить вообще процентные ставки? Процентная ставка у нас по ипотечным кредитам складывается из трех составляющих. Мы получаем с бюджета бюджетный кредит. Под 0% конечно пока правительство нам не может просто дать деньги. Мы берем это в кредит. На сегодня процентная ставка по кредиту Минфина составляет 1%. Это вот последние 500 миллионов мы получили под 1%. А все предыдущие кредиты мы получали под 2%. Чтобы снизить, да, плюс составляющая, значит, мы тут составляет наша процентная ставка для конечных заемщиков. Она состоит из процентной ставки по кредиту Минфина плюс 4% это маржа банков за то, что они выдают, обслуживают эти кредиты и несут на сегодня риски. И плюс еще 2% сегодня составляет маржа ГИК. Вот если, ну, грубо говоря, это стоимость ресурсов на рынке, да, на сегодня, конечно, бюджетные кредиты почти очень маленькая процентная ставка. А вообще вот по направлению доступная ипотека, она будет складываться и стоимость ресурсов на рынке. Вот мы сегодня, на сегодня выпустили ипотечные ценные бумаги, купонная ставка по которым равняется 8,3%. Это фактически для нас стоимость ресурсов на рынке, ну, стоимость привлекаемых ресурсов. И плюс там маржа банков и плюс наша маржа. Поэтому если у нас будут дешевые ресурсы, если мы найдем такие ресурсы, то в принципе возможно. Но тоже надо понимать, что мы хозрасчетная организация, и мы должны, как бы, мы создались относительно недавно, всего 3 года. Мы должны стать финансово устойчивым институтом, чтобы и далее мы могли притворять политику, жилищную политику государства в стране. Поэтому пока сказать не могу, но почему нет, если будут дешевые ресурсы, конечно, мы можем снизить процентные ставки. Замечательно. Итак, у нас есть еще один звонок в студию. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, у меня вопрос такой. Мы работаем филиалом электрических станций. Да, мы вас слушаем. В Каскаде так работают. Просто мы два раза вам документы оставляли. Хотели бы узнать, когда будут дойти разрешения на нашу организацию? Можете повторить название организации? Да, электрические станции. Электрические станции. Спасибо большое за звонок. Есть список, который мы согласовывали с Министерством юстиции, с Министерством финансов, куда включены организации, которые получают с бюджета деньги. На сегодня только такие организации могут включаться в список. Чтобы понять, электрические станции – это, наверное, хозрасчетная организация. Наверное, по этой причине мы отклоняем их заявки. Но они могут получать по направлению доступная ипотека. Спасибо большое. Итак, у нас есть еще один звонок в студию. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Алло. В прошлом году мы снизили процентную ставку по вновь выдаваемым кредитам. Снижение процентных ставок будет для ранее выданных кредитов в ноябре 2019 года. Замечательно. Вот каков срок погашения именно этого ипотечного кредитования? Срок погашения кредитов – 15 лет. А какие документы необходимы, чтобы получить кредит? Чтобы получить кредит, граждане должны зарегистрироваться в местных органах власти, в акемиатах. В каждом акемиате существует жилищная комиссия. Чтобы зарегистрироваться, надо написать заявление. Требуется копия паспорта. Требуется справка госрегистра о имении или неимении жилья на супругу и всех несовершеннолетних детей. И справка с места работы. Вот еще раз вернемся к процентным ставкам. То есть чем больше я оплачиваю первоначальный взнос, тем меньше будет процентная ставка, как я понимаю. Из чего формируется сама вот эта? Чем больше первоначальный взнос, тем меньше процентная ставка. А вообще сколько обычно оплачивают, могут тебе позволить наши граждане оплатить первоначальный взнос? 10%, 3%? Статистика разная. Я могу тоже сказать. До 10% первоначальный взнос оплатили 7,18%. До 20% 14,54%. Это значит до 20%, которые на сегодня кредит у них по 9%, под 8%. И до 30% оплатили 21,18% из всех получивших кредит. И свыше 30% оплатили 57,09%. То есть минимальный первоначальный взнос должен быть 10% от стоимости жилья. Так, у нас есть еще один звонок в студию. Алло, здравствуйте. Так, звонок ушел. Ладно. Вот, например, если я хочу построить или достроить дом, могу ли в этом случае подать заявку? Безусловно, можете. Мы выдаем кредит по механизму индивидуальное строительство жилья. В этом случае заявитель может иметь участок, оценивается участок. И кредит выдается в три транша. Первая – это на построение фундамента и возведение стен. Второй – транш на кровлю и пол. И третий – транш на отделочные работы. Если у вас имеется недостроенный дом, тоже возможно получить кредит по госпрограмме. Стоимость оценивается уже на месте сотрудниками коммерческих банков. Вернее, сумма кредита. А какова максимальная сумма кредита в этом случае? Максимальная стоимость до трех миллионов, так же, как и по всем кредитам. А вот как же быть небюджетником? Сказали, что бюджетным организациям, гражданам, которые работают в бюджетных организациях, выдаются кредиты. Если человек работает в небюджетной организации, то есть он не может воспользоваться услугами госэпатичной компании? Ну, знаете, вот мы сейчас, если для направления льготной ипотеки министерство финансов нам предоставляет бюджетную суду, то по направлению доступная ипотека мы должны изыскивать средства сами. На сегодня у нас есть уже соглашение с немецким банком развития КФВ. Мы получаем 11 миллионов евро, освоение которых мы уже начали. Там идет пока техническая сторона, подготовка к запуску проекта. И отобрали три банка. Это Кыргызский инвестиционный коммерческий банк, коммерческий банк Кыргызстан и РСК-банк. Вот через три банка мы будем осваивать немецкие ресурсы. И также мы на сегодня выпустили ипотечные облигации и их реализовываем. На сегодня мы реализовали облигации всего на 8 миллионов. Ожидаем, что до конца недели мы еще оставшуюся часть разместим. Итого у нас есть 200 миллионов. Это для тех граждан, которые работают в небюджетной организации. Итак, у нас есть еще один звонок в студию. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Это я, Таняна Садырова, в данном среде неспокойство. У вас есть второй этап, а если жилья? Да. Когда будет реализовываться, пожалуйста, хотели узнать. Я попала в список, вот ждем, как я имею в виду. Мы, государственная ипотечная компания, на сегодня финансирует строительство двух домов. Это в городе Нарыне 60-квартирный многоэтажный дом эконом-класса. И в городе Бишкек 135-квартирный 9-этажный дом в микрорайоне Тунгодж. Помимо этого, мы еще будем осуществлять точечный выкуп жилья. И вся эта недвижимость, она будет предоставляться участникам программы по механизму аренда с последующим выкупом. Эти многоэтажные дома, которые мы строим, строительство должно завершиться уже в мае-июне. И я думаю, что уже с середины лета, может даже чуть-чуть раньше, будем уже предоставлять гражданам, которые попали в список, на получение кредита по механизму аренда с последующим выкупом. Вернее, это предоставление жилья в долгосрочную аренду с последующим выкупом тоже на 15 лет. И тоже процентная ставка будет низкая. Здесь преимущество, что не будет первоначального взноса. То есть сразу мы предоставляем жилье, и сразу можно заезжать и жить. Дорогие телезрители, у нас работает телефон прямого эфира 0 312 59 20 55, по которому вы можете задать интересующие вас вопросы. Итак, сколько граждан уже успели воспользоваться кредитованием, именно работающие в небюджетных организациях? Под направлением доступная ипотека мы выдали только один кредит в прошлом году. У нас на подходе три кредита одобрены, и думаем, что уже на этой неделе мы предоставим кредиты небюджетникам. А планируется ли в будущем снизить ставку именно по этому направлению? Там 14%, да, насколько я знаю? Кредиты по направлению доступная ипотека всем категориям граждан будут выдаваться под 14%. Остальные условия такие же. Как я ранее объяснила, все это зависит от стоимости ресурсов на рынке. Мы сегодня привлекаем от продажи ипотечных ценных бумаг, привлекаем ресурсы под 8,3%. Поэтому, к сожалению, кредиты получаются под 14%. Мы понимаем, что эта ставка все равно высокая. Конечно, мы все будем делать, все усилия прилагать, чтобы снизить процентную ставку для всех категорий граждан тоже. Итак, у нас есть звонок в студию. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. А, возможно, вы думаете, что эти вопросы в свою очередь noch не думаете? Продолжение следует... Приоритетные приоритетные порядки – гопболалы уйблойлер, джессир айлдар, и урлы баллы уйблойлерге первой очередной очереди. Конкретно я не знаю, но я не знаю, что я не знаю, что вы можете позвонить, обратиться в ГИК, и вам ответят на ваш вопрос. Ранее в соцсетях распространилась информация о том, что прекратилась выдача ипотечных кредитов. Но позже было отмечено, что с начала года лишь снизилось количество кредитов по государственной ипотечной программе. Можете внести ясность в этот момент, развеять слух? Я хотела бы отметить, что государственная ипотечная компания с прошлого года, можно сказать, ни на один день не приостанавливала выдачу ипотечных кредитов. Все средства, которые поступают от погашения основной суммы кредитов процентов, мы все это накапливаем и сразу выдаем новым гражданам. На сегодня ежемесячно уже государственная ипотечная компания может выдать 20-25 кредитов ежемесячно. Итак, у нас есть звонок в студию. Звонок ушел, к сожалению. Вот если у граждана, который хотел бы воспользоваться именно услугой государственной ипотечной компании, есть непогашенный кредит, может ли он получить займы в этом случае? Конечно, может получить, если непогашенный кредит не касается, не был направлен на покупку жилья. Если этот гражданин и его несовершеннолетние дети, супруг, супруга тоже не имеют жилья. В таком случае банки смотрят на платежеспособность кредита. Если его доходы ежемесячные позволяют покрывать погашение по двум кредитам, то, в принципе, причин для отказа нет. Итак, у нас есть звонок в студию. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Я получила ипотечное кредитование в 2016 году. 12% ставка была. Угу. Угу. Я в год платила по 12% ставки. Угу. Вот. Сейчас 10% ставка. У меня на 5 лет рассчитано. Вот какой же год рассматривает уменьшение кредит вот этих процентов? Угу. Спасибо. С 1 ноября ставки на 1 пункт по всем кредитам ранее выданным, в том числе ранее выданным, мы будем снижать. До скольких процентов будет снижаться? А? До 6%? До 6%, 6%, 8% по вновь выдаваемым, а по старым на 1 пункт. На 1 пункт, да? То есть вот если снизили с 12% до 10%, на сколько еще снизят вот уже 1 ноября? Вот в частном, в частности вот ей, у нее 10% сейчас будет 9%. 9%, да. Так вот, а могут ли подавать заявку, если гражданин уже владеет жильем? Например, у него уже есть там участок или дом в регионе, да? Допустим, там в Иссыкульской области или в Чуйской области, но он хотел бы приобрести жилье в Бишкеке. Нет, таким мы отказываем. Вообще не должно быть жилья. Ну, в будущем, наверное, мы будем предусматривать такие случаи. Вообще, мы скоро должны запустить, сейчас вот ждем принятия трех законов. Это закон о залоге, закон о лицензионно-разрешительной деятельности и закон о защите вкладов, депозитов. Если эти три закона примут, то мы будем создавать дочернюю компанию, жилищно-сберегательная и кредитная компания. Вот этот как раз механизм, он не будет требовать, чтобы у граждан не было жилья. Можно себе, допустим, зарегистрироваться. На себя, да? Да, открыть сначала должен депозит. Здесь механизм отличается тем, что граждане должны делать сбережения от трех до семи лет. То есть, таким образом накопить первоначальный снос. По истечению срока депозита государство предусматривает премию, и после этого выдается ипотечный кредит на льготных услуги. Не на льготных, а по ставкам, которые, да, процентная ставка по кредитам будет от семи до девяти процентов. Итак, у нас есть еще один звонок в студию. К сожалению, звонок ушел. А вот могут ли... Кто готовит эти списки претендентов граждан, которые собираются получить ипотеку? Готовят акимяты, потом передаются в область, и областные представительства уже направляют в государственную ипотечную компанию. Вот были такие слухи, что коррумпируют, да, то, что получают ипотеку только участники, знакомые, работников этой компании. Исключены ли риски при составлении этих списков? Да, абсолютно. Мы как раз таки программа предусматривает, чтобы нас отделили от этих списков. Мы не имеем права ни одного человека там включить или исключить. Исключить мы можем, если мы обнаруживаем, например, какие-то факты, мы можем исключить, но включить мы в эти списки никого не можем. В этом году правительством выделено 500 миллионов сомов, да, однако поставленная задача в скором времени увеличить эту сумму до 1,5-2 миллиардов сомов. Расскажите, какие работы ведутся в этом направлении? Вообще, вот когда создавалось, когда принимали программу доступное правительство, когда принимало программу доступное жилье 2015-2020, вообще предусматривалось ежегодное финансирование государственной ипотечной компании. Нам нужно достаточно нарастить кредитный портфель, и мы должны иметь достаточный капитал, чтобы потом мы могли самостоятельно реализовывать дальнейшие программы, которые будут приняты по обеспечению жильем граждан, программу, которую будет принимать правительство. Я не думаю, что на этом 15-20 и все, программа останавливается, и все, люди, кто успел, получил, кто не успел, не получил. Такого, конечно, не будет. Мы уже должны думать над следующей программой. Вот если взять Казахстан, то у них уже работает четвертая программа. Она раньше тоже называлась «Доступное жилье», потом «Нурлужер», потом «Нурлужол». Вот такие вот программы на постоянной основе. В России тоже работают, там тоже несколько программ. Там ипотечная компания, агентство ипотечного жилищного кредитования, она работает с 99-го года. В Казахстане с 2000-го года. Итак, у нас есть звонок в студию. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Я хотела задать вопрос. Два года назад мы получили ипотеку, но у нас получили ипотеку по 10%. А вот кто получает сейчас ипотеку, у них проценты и ставки намного меньше. Вот до этого задавали вопрос, но, пожалуйста, конкретно ответьте, почему мы должны платить больше процентов, чем те, кто сейчас получает ипотеку? И будет ли уравнение вот этих процентов и ставок, те, кто получил первые, и те, кто получает сейчас? Как я раньше отметила, процентная ставка зависит от суммы первоначального взноса, то есть суммы, которые вы внесли на покупку своего жилья. Вы, скорее всего, собственный вклад, ваш составлял не более 10% от стоимости жилья, поэтому у вас процентная ставка выше, чем у других, которые внесли собственный вклад в большем размере. Поэтому ваша процентная ставка будет снижаться на 1 пункт до 9% в ноябре следующего года. Ой, вернее, текущего года. Текущего года, да? Вот стало известно, что заключается соглашение с немецким и азиатскими банками развития. Можно поподробнее об этих соглашениях? Сколько и когда эти средства уже будут выделены? Первая фаза проекта жилищного финансирования уже в процессе освоения. Мы уже работаем с консультантами, как я уже сказала, мы техническую часть выполняем. И я думаю, уже в мае начнется освоение этих ресурсов. Вторая фаза на сумму 9 миллионов. Как раз вы знаете, что наш президент Сором Байджейбеков, они находятся в Германии. Как раз в процессе визита они должны межправительственное соглашение подписать на сумму 9 миллионов. С азиатским банком развития у нас планируется привлечение 30 миллионов евро. Из них 15 миллионов евро. Если это не изменится, ну какая-то часть, я уже не буду сейчас называть цифры, какая-то часть, она тоже будет в виде гранта предоставлена. По средствам АБР на сегодня Министерство экономики готовит экономическую оценку. То есть идет подготовка для того, чтобы вынести на координационный совет в правительстве. Итак, у нас есть еще один звонок в студию. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. У меня два вопроса. Вот говорят, что там для получения ипотечного убитого не необходимо иметь наличие депозита. Вот разработчики это разумеют, что ипотечный программ расширен на участие, как истерпризный расклад, где-то 12 тысяч. В течение семи лет они должны накапливать и продить, где-то жить, семью продержать. Это первый вопрос. Второй вопрос. Зачем иметь дипу, у которого нет своих капиталов? Они получают в Министерство финансов по 2% средства, накручивают свои 2%, это уже 4%, отдают через советские банки, которые тоже начисляют свои проценты и на ровном месте нажимают. О том, что чтобы получить кредит, надо открыть депозит, вот этого я, честно говоря, такого нет. Вы, очевидно, имеется здесь в виду первоначальный износ. Да, они должны подтвердить, что у них действительно есть, они должны принести банк, положить какое-то время, пока они подыщут жилье. Это есть. Но требовать, чтобы какое-то время этот депозит лежал, такого требования нет. По капиталу. Значит, на сегодня мы получили от правительства в уставный капитал 310 миллионов. Наш капитал будет увеличиваться за счет средств, которые будут предоставляться через немецкий банк развития КФВ. Все 10,5 миллионов евро, они тоже идут на пополнение уставного капитала государственной ипотечной компании. Вот насчет депозита, возможно, зритель имел в виду то, что вот мы сказали же, если у гражданина уже имеется жилье в его владении, то ему нужно будет накопить первоначальный капитал в течение 3-7 лет, да, как я понимаю. Когда, в каких сроках именно этот вид кредитования уже будет реализовываться? Ну, мы планируем сейчас, вот как только законы примут, планируем, что в этом году обязательно будет открыта дочерняя компания ГИКО, жилищно-осберегательная кредитная компания в этом году. Ну, так мы никого принудительно не заставляем, не будем заставлять, чтобы обязательно становился клиентом ЖСКК, чтобы носил депозит. Это, согласитесь, это только делается для того, чтобы помочь гражданам накопить первоначальный взнос. И вот вопрос первоначального взноса. Говорили, что уже начнут выдавать кредиты без первоначального взноса, да? В скором ли времени будет рассматриваться этот вопрос? На какой стадии он сейчас прорабатывается? Без первоначального взноса мы будем выдавать по механизму аренда с последующим выкупом. Это тоже облегчение для тех граждан, у которых нет возможности накопить первоначальный взнос. А вот по времени, как скоро уже начнутся реализовываться? По времени, это вот уже в этом году, как только мы достроим эти дома, сразу начнем реализовывать эти квартиры в этих домах. А вот какие регионы вообще охватывает деятельность госипотечной компании? И где больше всего граждане, жители стремятся получать эти ипотечные кредиты? Ну, спрос на ипотеку в основном, конечно, в Бишкеке и городе Ош. А так у нас по регионам почти, не почти, а во всех регионах мы уже выдаем кредиты. А вот условия кредитования, например, у жителей Бишкека, у граждан, которые проживают в столице или же в городе Ош, естественно, доходы могут позволить себе получить кредит в большем размере, так скажем. Неужели равны условия для горожан и для жителей, которые живут в сельской местности? Да, у нас условия одинаковые для сельской и для городской местности. И, конечно, сумма кредита зависит от стоимости жилья. Но зато доходы в сельской местности ниже, доходы граждан ниже, чем в городах. А так стоимость жилья, я могу статистику сказать, это уже по нашей базе. В Бишкеке средняя стоимость жилья 2 млн 214 тыс. сомов. В Иссокольской области 1 млн 32, в Джалабадской области 924 тыс. В Оржской области 901 тыс. В городе Ош 1 млн 699 тыс. В Таласе 923 тыс. В городе Нарын 1 млн 121 тыс. В Чуи-Баткене 1 млн 200 тыс. Вот 5 апреля президент Сурумбай Джеймеков принял председателя госсимпатичной компании, где дал ряд поручений. Как идет работа по реализации данных поручений? Вот именно по изысканию дополнительных ресурсов, а по привлечению внешних инвестиций. Да, мы с самого начала создания государственной ипотечной компании работаем с международными организациями, в частности с Европейским банком развития и реконструкции. Мы писали письма, мы встречались с ними, и они обещали в стратегический план 2021-2025 год включить финансирование государственной ипотечной компании. Мы также ведем переговоры с корейской компанией Койко, с Исламским банком развития и с польским фондом. Но не все, к сожалению, быстро получается, но мы надеемся дальше продолжать работу по поиску инвесторов. Спасибо большое. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, а это была программа «Акцент». До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok